Рам-па-па-пам, рам-па-па-пам, ази-вин-си-ла-ха-ши Как это будет вкусно! И звучать ваше ашуре будет совершенно по-новому Даже те, кто постоянно знает это блюдо и постоянно его вкушает И то будет очень удивлен вкусом именно вас Всем огромные приветики! Сегодня вас приглашаю в очередной раз к себе на кухню И сегодня мы с вами будем готовить по легендам самое древнее блюдо Древнее, по-моему, не бывает Это блюдо называется ашуре И готовит его каждый по-разному Но как готовлю его я Если попробуете приготовить так Или если вы угостите своим ашуре, своих знакомых То другого, поверьте мне, что ваше ашуре будет преобладать над всеми другими У каждой хозяйки свой рецепт Поэтому здесь нельзя сказать, что нужно положить то или это Например, в древности Ну вот я знаю, что вообще клалось до 30 ингредиентов разных Ашуре в переводе с арабского Потому что на арабском 10 будет ашара И так как оно готовится на 10-й день месяца Муарам Это где-то приблизительно через месяц после Гурбан-Байрама Поэтому вот так вот оно и назвалось Если в переводе с арабского, то 10-е Вообще, что такое ашуре, откуда оно пошло По легенде, это значит, это пошло еще со времен Ноевого ковчега Когда фактически закончились все продукты И, как говорится, было собрано всего по горсти И из этого и получилось вот это вот блюдо И как я всегда говорю, всегда все просят точный-точный-точный рецепт Нет, никогда не берите точных рецептов Изобретайте свой рецепт Но внизу я, кстати, в сторону напишу Как приблизительно, да? Что я туда кладу Вот, и, конечно же, так как у нас канал и о спорте Так как я люблю правильное питание То мы с вами будем готовить Как немножко менее калорийное ашуре Вообще, это блюдо связано с тем, что в нем вообще не содержится животных жиров Хотя ашуре многие готовят Также допускают туда Некоторые заливают туда также стакан молока Что у меня тут есть? Так, здесь, значит, у меня уже варится Это ашуре ликбукдай Букдай Пшеница Это как твердая такая цельная пшеница Вот Если мы собираемся угощать А мы должны обязательно угощать этим блюдом соседей И тогда я варю, конечно, чуть побольше А сейчас я буду угощать только знакомых Потому что все всегда ждут Вот честно вам говорю Всех всегда ждут именно мои ашуры Потому что у меня оно очень вкусное Я его готовлю и себе Когда идет пост И когда мне нельзя есть продукты животного происхождения Я себе тоже готовлю вот это блюдо Вообще, в это блюдо допустимо все продукты, которые вам нравятся Это могут быть и семена аниса, семена кунжута Это может быть все, что угодно Вы знаете, даже, например, вот раньше добавлялось Допустимо добавлять розовую воду Или апельсиновая вода Я имею ввиду с апельсиновых цветков Мы сами будем добавлять апельсиновую цедру Вот у меня тут есть два апельсина Так, и еще И еще такой маленький лайфхак от меня Я ходила, забыла достать Вот смотрите, это гранат Так как время ашуры прошло неделю-две назад И тогда, вы знаете, гранаты были В общем-то я его видела Но я на всякий случай всегда Вот так вот чищу гранат Это уже свежий сок я уже использовала И замораживаю его И он, кстати, неплохо сохраняется Вот, потому что ашуры без граната Это не ашуры Это, не знаю Гранат там должен быть присутствовать обязательно Все, быстренько Теперь переходим мы с вами к нашему приготовлению Так, значит, у меня здесь Уже сварилось Вы знаете, я люблю немножко Я вообще никогда ничего не люблю Слишком разваренным Вы это знаете, кто со мной давно в курсе этого Далее У нас уже готова наша пшеница Еще нам с вами нужно будет Вот, это у нас фасоль Белая фасоль Это все уже тоже отварено Который тоже обязательно нам нужен С вами для приготовления Теперь Самое главное Это сварить Нашу Пшеницу Забыла уже Далее Докладываем туда Чашечку нут И чашечку фасоли Вы знаете, многие туда кладут рис Но Я считаю, что это будет вообще не полезно А на ашуры Оно будет безумно полезным И знаете, это будет такая Витаминовая Витаминовая Витаминная Бомба И на пост Когда у вас много работы Даже если вы занимаетесь спортом Так, хотел только единственное, что сказать Девочки, вот это Если кто Если у нас есть кто худеющий Кто снижает свой вес Только начал снижать свой вес Значит, ашуры пока Это не для вас Первые 29 дней Мы с вами Совершенно Пока мы не скинем 5 килограмм Мы с вами Должны Все-все-все углеводы От себя убрать Поэтому это Не для Тех, кто только начал Приводить свое тело в порядок Но тем, кто уже В общем-то просто Держит форму, как я Я могу его есть Я вам покажу Только не нужно его есть Очень много В одной Чашки ашуры Где-то 110 грамм Если мы возьмем чашечку Да То там где-то 330 калорий Но мы с вами Сделаем еще ашуры И со стивией Сейчас дальше будем с вами Мы с вами туда положили А то я запутаюсь Поэтому если мне надо Что-то много готовить Или гости Я стараюсь не снимать Потому что, видите Я начинаю путаться И немножко Это долго все происходит Далее Смотрите Туда могут идти И это у меня орешки С дерева орешки Кедровые Кедровые орешки Туда могут входить Все-все-все орехи Какие вы знаете Вы можете положить туда Конечно же Большое количество сухофруктов Вы можете положить туда Какие ягоды Валяется все-все-все-все Но, конечно же Я все-все класть не буду У меня вот Есть уже сложившийся Сложившийся Свой рецепт И самое главное В моем рецепте Это то Что я туда добавляю Милка Кокосовое молоко Баночку молока Выливаю В свое ашуры Произошло Я мимо пролила Ну ладно Немножечко Вот И сейчас Мы с вами Должны Так как Уже у нас все проварено В общем-то Мы должны Просто это все Немножечко проварить И Так как Для ленивых Таких как я Я покупаю Всегда все Уже нарезанное Чтобы Самое не нарезать Вот у меня здесь Есть Вот такие вот Смит Сухофруктов Так Мы с вами Положили сухофрукты Но я Очень люблю Такие Сушеные Кайсы Это Сейчас вам Покажу Я Дорежу Еще дополнительные Так как Мне вот Именно Не хватает Тета А вы знаете Как я люблю Не только Вкусно Но и Красиво И как И чтобы Вид было Ублюдо Красиво И подача Была красиво Поэтому мы С вами Сейчас Быстренько Нарежем Еще дополнительно Немножко Вот этих Сухофруктов Нарезаем Их мы Вот такими Вот кубиками Девочки Очень многие Добавляют Сюда Вот такое Это называется Приправа Но я Если честно Вот она Видите Она На цветочек Похожа Но я Если честно Я не очень люблю Поэтому Я положу Буквально Просто Одну Штучку И Кстати Мне очень нравится До места Изюма Добавляется Именно Вкус Изюм Вот он Помельче И у него Немножко Такой Достаточно Интересный Вкус Он дает Нашему Блюду Еще Продается Вот так Я еще Купила Вот такой План Инжир Вот здесь Видите На нем Написано Ашурелик То есть Нарезанный Кубиками Сухой Инжир Видите Для Ашуре Побольше 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 Орехов И сухофруктов То есть У нас Начинаем С Испортом Натрем Цедру Апельсина Вы не Представляете Какой Вкус Оно Придает Вашим Ашуре Кстати Забыла Сказать Если Вы не Хотите Добавлять Молоко Кокосовое Вы можете Добавить Туда Сок Апельсина И если Вы Добавите То есть Если У вас Не будет Кокосового Молока Еще Очень Хорошо Знаете Что Туда Добавить Тоже Натереть На терке Айва Айва Так и Будет Айва И Если Короче Добавьте Айву Натрите На терке Это Будет Очень Вкусно Я думаю Что Сейчас Я вас Не ставлю Как обычно Когда я Готовлю Близко Сюда Потому Что Смотрит Как Что Варится Правда Все Что Я Бросаю Я Вам Это Покажу Так Как У нас С вами Полезные Ашуреты У меня Не Сахар У Меня Стивия И На Стакан Сахар Обычно Кладется Две Ложки Стивии Так Как Мы Положили С вами Стивию Тем Самым Мы Снижаем С вами Самое Главное Гликемический Индекс Нашего Блюда И Второе Мы Не Будем Как Наркоманами Как Сахаром Вот Как я Уже Говорила Меньше Чем Вы Реже Едите Сладкое Тем Вы Меньше Подаетесь Ну Как Тем Вы Меньше Будете Завис Я Забыла Сказать Что Я Для Цвета Еще Положу Немного Малины Добавим Гранбери Это Будет Очень Вкусно Как Я Знаете Клала Туда Сухую Красную Смородину Вкус Был Тоже Просто Замечательный Так Кладем Мы По Одну Вот По Немнож Сейчас Сейчас Я вам покажу Что У нас Получилось У нас Получилось Вот Такой Вот Ашуре И Теперь Мы С вами Должны И Теперь Мы С вами Должны Разложить Разложить Его В Специальные Тарелочки Я Покупаю Другие Можно Купить От самых Дешевых Знаете Такие Одноразовые Просто Железные Но Нет Я Люблю Все Подавать И даже Раздавать Чтобы Это было Очень Красиво Красиво И вкусно Такие Баночки Они К ним Прилагаются Крышечки Смотрятся Они Вот Так Вот Смотреться И Еще У меня Есть Вот Такие Вот Должны Немножко Измельчить Орех Вот У меня Тут Есть Смесь Орехи Это Опять Такая Смесь Всевозможных Орехов Которые Только Есть Здесь У меня И Бадем Я Все Время Забываю Как Он Миндаль Тут У меня Миндаль Тут У меня И Грецкие Орехи Тут У меня И Фундык И Тут У меня Есть Так Кажу Очень Вкусные Орешки От Того Что Вы Съедите Не Знаю 10 Штук Разнообразных Орешков От Этого Хуже Не Будет Только Лучше Мы Не Собираем Взять Целую Пачку Орехов Правда Итак Мы С вами Должны Измельчить Наши Орехи Я Вот Так Измельчила Орехи Я Не Люблю Когда Это Знаете Непонятно Что То есть Мне Нравится Когда Там Кусочки Орехов Попадаются В этом же Пакете Короче Я Вот Так Стучу Их Разбиваю Чтобы Они Не Были Слишком Мелкими То есть Я Не Перекручиваю В Блендере Раскладываем Шурой В Чашечки Посыпаем И Далее Мы Должны Посыпать Все Нашим Гранатом Девочки Вот Такой Вот У нас Вкусный Десерт Получился С вами Всем Приятного Аппетита Даже В том Блюде Которые Кажется Что Уже Знакомы И Знают Его Все Всегда Можно Найти Какой-то Новый Интересный Вкус Всем Спасибо Всем Пока Всем Хорошего Настроения И До Следующих Видео Пока Субтитры